У нас в гостях Александр Захарович Ковач. Недавно он был в Казани, да? Да. В Казани на чемпионате Европы по гиревому спорту ветераны. Чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту. То есть чемпионат юниору выступали, взрослая команда. И первенство было среди ветеранов. Все были? Да. Значит, более 300 человек из 11 стран мира. А где же в этой гири так особенно распространены? Были, значит, с 11 стран, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии. Поэтому я вот лично познакомился с двумя любителями, с Чехии. Что удивительно, одного зовут Ярослав, а второго Андрей. Значит, получается, русские имена, а у меня Александр и греческая. В общем, организация соревнований была, конечно, потрясающая. Еще раз, как это было в Казани? Да, с 27 по 30 мая. В мае, да, в городе Казани. Там спортивный комплекс единоборств «Акбарств». Шикарный, конечно, спортивный комплекс. Значит, открытие тоже было торжественное. Само оформление зала было потрясающее. Ну и состав участников, соответственно, там был вот это нечто. Вот такой известный, заслуженный мастер спорта и легендарный человек. Считается он вообще практически такой непобедимый, ну, по крайней мере, на наше настоящее время. Это Джонни Бэднидзе. Это в категории 63 или 68. Это по гриевому спорту. Ну, это уникальный человек, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион и рекордсмен мира и Европы. Кроме этого, значит, вот среди ветеранов, насколько я знаю, был такой легендарный человек, мировой рекордсмен, абсолютный чемпион мира. Варламов Николай Васильевич, профессор. Слышал. Орловского университета. Это тоже феноменальные силы. Человек легендарный, значит, тоже абсолютный чемпион мира и Европы. Вот, который установил очередной рекорд мировой в этом периодстве Европы. Среди ветеранов? Да. И что это за рекорд? Ну, рекорд мира был у него в толчке 238, толчок 2 гирь, значит, с рудей, классический. Значит, а, значит, по сколько килограмм? По 16 килограмм, 2 по 16, значит. Значит, показал результат 250 подъемов. Ну, это фантастики. Фантастики. Время какое? За 8 минут? 10 минут. За 10 минут? Да. Каждому участнику давалось для выполнения упражнений 10 минут. И они как автоматы, да? Да. Ну, некоторые, конечно, не укладывались в это время. По разным причинам. Всякое бывает. Кто-то, например, уже исчерпал, можно сказать, свои физические возможности. Вот. И не смог. Вот я смотрел даже и любители, и профессионалы. То есть была такая борьба захватывающая, вот, интенсивная, что некоторые вылаживались до такой степени. Вот, может быть, не рассчитали ритм, темп, дыхание, свои силы. На 10 минут, да. Потому что, например, там толчок двухпудовой гири, там 10 минут толкать ее, но это тоже даже... Две гири двухпудовые. Да, да. Вот они упражняли в гирях двухпудовых, да. Юниоры и взрослая команда. Вот. Но по некоторым показателям уже, вот даже на первенстве мира в Петербурге прошлого года, значит, юниоры уже начали теснить, в некоторых видах уже теснять взрослую команду. Вот. Но я, например, был поражен, что вот там одна из профессионалов, значит, вот в прошлом году она сделала рывок гири 24 килограмма 207 раз. Вот. Две их девчонки показали одинаковую рывку. За 10 минут? За 10 минут, да. Гири 24 килограмма. Ну, взрослым не всем по силу, понимаете. Вот. Я в прошлом году сто раз вырвал левой рукой. Ну, еще хватило мне духу и времени поднять 45 раз. А это девчоночки. Да, да. Потому что у меня была мечта после 60 поднять в рывке сто раз одной рукой. Вот. И вот я в марте прошлого года вырвал, знаете, это 72 раза. Вот через пару лет я смогу, наверное, сто раз вырвать. Ну, как-то поехал. Гири 24 килограмма, да. И вот я поехал на чемпионат области. Это было, по-моему, в августе прошлого года в Персиановке. Ну, я так 70 вырвал, 80, ну, так, конечно, тяжело. Тут 90, думаю, да тут до 100 осталось. Угу. 100 вырвал левой и 45 еще успел правой. Если бы я распределил, может быть, я, может быть, поднял бы больше. Но тогда бы... Побыстрее бы поднимал. Да. То есть я мало времени оставил для сильной руки. Угу. Вот. Но, тем не менее, я осуществил свою мечту. Вот. А здесь, конечно, такие легендарные... Личности выступали еще. Вот. Как там... Еще... С этого... С Чебоксар Владимир Шашурин. Вот. Тоже 76 лет. Он мировой рекордсмен. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Вот. Ну, в общем, команда собралась такая достаточно. Потом Борис Федоров с Красноярска. Известный блогер, который... Погирил. Ну, выставляет. Выставляет там свои... Хорошо. Что у тебя за медали? Ну-ка, расскажи об этих медалях. Значит... Что это такое? Вот золотая медаль. Переноса Европы. Вот. Завоевана была 28-го. То есть, фактически, первый день. С той стороны, как она выглядит? Вот. Это символика Международного Союза Гиревого Спорта. Ага. Вот. Здесь написано, что Международный Союз Гиревого Спорта. Это за какое упражнение? Значит, упражнение было подъем гири 16 килограммов в длинном цикле. В длинном цикле. Да. Длинный цикл это что выключает? Значит, берется гиря с помоста. Сделается мах, значит, поднимается на грудь и толчок. Фиксация, соответственно. Вот по времени фиксации должны быть руки. Рука прямая, значит, и ноги прямые. Вот. И, соответственно, вот эти повторения можно было менять только один раз руку. Правой или левой рукой я там сделал 106 раз. Вот. Это толчок? Да. Это был толчок. Одной рукой? Да. Да, толчок и резная рукой. Вот, соответственно, получил такую медаль золотую и диплом. Вот такой вот диплом. Не знаю, что там написано. Все на английском. Вот. Я изучал немецкий, поэтому не смог расшифровать. Ну, наверное, соответствующий. Зафиксировали, да? Да, результат, да. Соответственно, с печати. Значит, вторая. Медаль серебряная. Значит, я ее получил за упражнение двоеборья. Двоеборья. Это рывок и толчок. Да. Да, сначала идет толчок. Двух гирь. Да, за груди. По 16. Да, берется. Один раз на грудь берется. Две гири. И, соответственно, выполняется толчок. И погнал колбасей, да? Да. Сколько ты толкнул? Толкнул я 116. Ну, толкнул больше, но, естественно, там, может быть, несколько подъемов, там, и засчитали, это естественно. Потому что, все-таки, такой представительный. Все 10 минут толкал? Да. 10 минут. И люди там тоже, вот это вот. А кто первый стал? А он сколько толкнул? 10 минут. Значит, первый толкнул где-то 130 раз. Вот он сам. Удачно засчитали. Да, да. Вот. Ну, значит, и рывок я сделал 224 раза. То есть, левый, правый рывок. Да. А тут, интересно, как ты распределил правую, левую? Правую, левую. Я где-то 145 вырвал левый. И правый получается 79 раз. Все 10 минут? Да, все 10 минут. А этот первый сколько ты вырвал? Я был первый. Ты был первый в руке, да? Да, у нас было трое участников. Вот, первый, значит, я был второй в толчке. Вот, третье место занял, вот, Ильшат Нурдинов. Это который, житель Татарстана, который меня опередил на переноси мира. В толчке Гирь по длинному циклу. А в Двоебурье, я Питер его опередил, и в Двоебурье я опередил на переноси Европы. Он толкнулся два раза и вырвал там что-то около двухсот. Слушай, а переноси мира это где проходило? Переноси мира проходило в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге, ты там был? Да, я был и завоевал там две серебряные медали. Вот такая папиша. Вот, значит, 135 лет исполнилось в прошлом году русской атлетики. Ага. Вот, и, в общем-то, приурочили, соответственно, как бы удачно совпало проведение переноси мира. В Санкт-Петербурге, да? Ты там оказался второй. Да. Что там покажешь? Теплом и медали. Две серебряные медали, да. Соответственно, вот такие медали. Там не 16 грамм. Ну, наверное, грамм 250 чистого серебра. Вот она, да? Да. Это символ... А, она серебряная? Да. Не просто там как-то? Ну, естественно, она же в стране добывает серебро. То есть на чемпионате мира все-таки они сделали серебряные. Да. А золотые тоже были золотые или по-золотому? Я вот не знаю. А это вот серебряные, да? Да. Это серебряные. Соответственно, еще дипломы. Вот. Дипломы. Ох ты, диплом красивенький такой. Дипломы, вот, соответственно, идут в тему... Старая школа, так вот это вот, гирьку. Да, да. 19 век. Ага, а кто же стал первым? Первым стал вот в двоеборье тот же Варламов, легендарный. Вот, профессор. То есть ты с ним... В университете. Да. Да, я с ним соревновался. Соревновался. То есть в одной весовой категории и в одной... Возрастной. В возрастной категории, то есть вы как раз были. Ага, в этом году он перешел в другую возрастную категорию. Ну, мы... Возрастную. Да, мы в Казани жили в одном примере. Слушай, это хорошо, а это... А что ж он поднял? Сколько, вот на сколько он там... Раз на пять, десять? Нет, нет, нет. Соответственно, он поднял намного больше. А почему? Я ж видел, вы все десять минут, как заведенные все. Десять минут, но мне не хватало, наверное, ни ритма, ни темпа, ни сил. Ну, нет, я на первенстве мира девять минут отработал. Я не смог больше. Ага. Я поднял сто девять раз. Это толчок. Да, толчки двух. Он поднял сто девяносто два. О-о-о-о-о. Ну, это феноменами. А в рывке, значит, я шел впереди, а уже где-то за минуту до окончания упражнения он увидел. Мы рядом на помосте, он увидел, и я слышу, значит, он говорит, надо давно тебя перегнать. Сам себе. Да, да, и он и себе, наверное, и мне. Ага. В общем, он меня обошел, по-моему, на шесть раз. На шесть раз. Он двадцать двадцать четыре поднял, а он двести двести тридцать. Ну, для меня тридцать, конечно, небольшой, потому что самый лучший результат у меня, Инадий Петрович, вы в курсе? По-моему, двести сорок четыре. Двести сорок четыре. Возможно, я бы опередил. Да, да. А так, возможно, вот это не считает. Да, естественно, да. Ну, соответственно, там, когда в такой средствовой ситуации выступаешь, Ну, да, мастешь. Да, соответственно, здесь, ну, трудно, может быть, именно качественно поднимать. Или, вот, соответственно, где-то, где-то, наверное... А у них уже опыт, да, вот какой-то, что они тут вот... Да, я начал заниматься в шесть атлет, после тридцатилетнего перерыва. То есть, в восемьдесят втором году, после занятий тяжелой атлетикой, я, значит, начал заниматься гиреем спорта. В восемьдесят седьмом году я прекратил занятия. Почему? Потому что я считал уже и возраст новой, и не было деления на ветеранов. Сейчас вот очень хорошо сделали, что сорок и старше, там, скажем, сорок, сорок четыре, сорок пять, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят, четыре, пятьдесят пять, пятьдесят девять. То есть, 60, 64, 65, да, 65, 69, 70, 75 и старше. То есть, вот так вот идет. А раньше нет. То есть, если бы мне было, например, 40 лет, 20-летние могли поднять больше. Ну, соответственно, не знаю, может быть, если бы я форму держал, ну, соответственно, трудно это все делать. Я считал, что это уже и мне, в принципе, само, в принципе, вот эта вся спортивная подготовка, она требует очень много времени, сил, вот. Ну, не только... Самоорганизация, самодисциплина. Самодисциплина, потом условия, вот эти 90-е годы. Ну, что скажешь зрителям канала? Зрителям канала посоветую. Значит, следующее. 60 лет — это не приговор. Пенсия — это не приговор. То есть, я, например, у меня началась вторая молодость именно. Я получил столько эмоций положительных, столько увидел, узнал нового. Вот именно, после... в пенсионном в отрасли своем. Вот. Поехал, познакомился с такими великими людьми, вот, пообщался, увидел, посмотрел, приехал. Где-то победил, где-то не победил. Вот так вот. Поучаствовал. И в море искупался в Алуште, и в Керчи побывал, и в Петербурге. Я вот мечтал всю жизнь, думаю, вот надо, надо Петербург, такой красивый город. Всё. И вот, получается, я поехал в Петербург, да, немножко там видел город, там, но и две серебряные медали заработал на первенстве мира. Вот так. И ты тоже раньше думал, о, тут чемпион Европы, это ж, наверное, такие великие люди. И стал чемпионом Европы. Вот, думаю, им же, наверное, больше положено там, больше позволено. Ну, надеюсь, вот так вот. Ну, в рамках, конечно. Ну, ясно. Вот так. Так что, занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой, вот, и вам гарантированы положительные эмоции. Спасибо большое. Неполноценная жизнь.